Привет и добро пожаловать на канал! Не за горами новогодние праздники, а значит, приближается сезон отпусков. Одни начинают паковать вещи за неделю, другие в последние пять минут просто закидывают в багаж все, что попадается на глаза. Но на самом деле это не имеет никакого значения, если в процессе сборов нет структуры. Как ответственно подойти к этому вопросу и раз и навсегда научиться правильно собирать вещи, расскажем в этом видео. Итак, с чего же начать сборы? Выберите подходящий размер багажа. Выбирайте удобный и подходящий под конкретный случай багаж. Это опять же поможет вам не набирать лишнего. Не стоит брать с собой чемодан размера XL, если вы едете в путешествие всего на пару дней. Помните, что в этом нет никакого смысла. Все равно вы не успеете воспользоваться всеми этими вещами и просто свозите 70% содержимого чемодана туда и обратно. Размер багажа очень помогает структурировать и дисциплинировать самого себя. Прежде чем продолжить, хочу поделиться с вами своим главным лайфхаком по подбору идеального тура, ведь именно от этого зависит весь отдых. Сделать правильный и выгодный выбор мне всегда помогает Level Travel. Таиланд – популярное и комфортное направление для зимнего отпуска. Предложений очень много, но благодаря фильтрам можно легко сконцентрироваться на нужном. Рейтинг отеля, его описание и фотографии, расстояние до пляжа, отзывы реальных путешественников, а их на Level Travel уже более 50 тысяч – все это и даже больше собрано в одном месте. Можно забыть об услугах турагента, ведь с Level Travel можно самому выбрать идеальный отдых для себя. Сравните забронировать тур в любое комфортное для вас время. С помощью сервиса легко найти выгодное предложение, а поддержка поможет 24 на 7 даже во время путешествия. Поэтому я всегда уверена, что выберу для себя самое лучшее. Ищите и вы свой тур на Level Travel. Следующее правило сборов звучит так – составьте travel list. Перед упаковыванием чемодана составьте travel list, то есть список всех вещей, которые необходимо взять с собой. Обычно я делю этот список на группы по типу. Одежда, обувь, аксессуары, средства личной гигиены, косметика. Когда список будет перед глазами, уже на этом этапе будет проще отказаться от ненужного. Ну а в процессе упаковки это поможет все систематизировать и ничего не забыть, ровно как и на обратном пути при сборах чемодана в конце отпуска. На этом этапе подумайте о том, что вы сможете купить на месте, а что стоит взять с собой. Например, нет смысла брать с собой пляжное полотенце, если вы едете на море. Разложите вещи перед чемоданом. Этот прием поможет наглядно оценить масштабы бедствия. Я раскладываю вещи перед чемоданом, разделяя их на те самые группы из travel list и на этом этапе снова отсортировываю лишнее, если понимаю, что все точно не влезет. В 90% случаев список необходимого окажется больше, чем ваш чемодан. Особенно, если вы все же воспользовались советом о правильном подборе размера багажа из предыдущих пунктов. Не занимайте место объемными вещами. Более объемные вещи лучше надеть на себя. Так в чемодан проще сложить сандалии или туфли, а самому надеть кроссовки, если они понадобятся вам в путешествии. То же самое касается и верхней одежды. Не нужно складывать ее в чемодан, надевайте ее на себя. Важное замечание касательно верхней одежды. Старайтесь всегда брать с собой одну позицию, подходящую к любым вашим образом, чтобы у вас не было необходимости дополнительно класть чемодан, еще какие-то куртки или пальто. Не берите много сумок и аксессуаров. Откажитесь от большого количества сумок, достаточно одной. Она же и будет вашей ручной кладью, а значит не будет отнимать у вас лишнее место в чемодане. Эта сумка должна быть универсальной и практичной, чтобы вы могли всегда взять ее с собой при любом вашем внешнем виде и чувствовать себя комфортно и уверенно. Но на случай, если все же хочется взять с собой какую-то дополнительную сумку, возьмите тканевую или плетеную, например шоппер. Такой вариант точно не будет занимать очень много места. Используйте миниатюры косметических средств. Туалетные принадлежности лучше оставить дома, если такая возможность есть. Согласитесь, будет обидно, если ваш кондиционер для волос прольется прямо в чемодане. Если вам не принципиально, какими будут эти уходовые средства, их всегда можно купить на месте и оставить там же в отеле. Однако, если вам просто необходим с собой ваш любимый и незаменимый шампунь для волос, как, например, я просто не могу жить без своего, воспользуйтесь маленькими тревел-баночками. Просто переливаете свои любимые средства и радуетесь этому приобретению весь отпуск. Удобно, что в комплекте всегда есть водонепроницаемая косметичка, которая защитит ваши вещи в случае, если что-то все-таки прольется при неудачной транспортировке. Складывайте вещи правильно. Тут давайте выделим несколько правил. Складывайте мелкие вещи в обувь. Она и так займет много места в вашем багаже, поэтому нужно рационально использовать каждый сантиметр. В ботинки поместятся носки, украшения и другие небольшие детали. Например, я всегда перевожу свои духи в обуви. Это очень удобно, потому что таким образом я экономлю место в чемодане и могу быть спокойной относительно того, что мои духи не разбились, а украшения не разлетелись по всему чемодану. Необъемную обувь лучше складывать по бокам чемодана, чем на дно. Вниз можно положить ботинки или другие объемные предметы. Например, у меня это отпариватель. И уже сверху складываем одежду. Такая схема сборки чемодана наиболее удачно экономит место. Складывать вещи друг на друга не стоит. Лучше сворачивать их. Такой метод значительно сэкономит место в вашем чемодане. Уверяю вас, если вы попробуете воспользоваться этими советами при сборе чемодана в ваше ближайшее путешествие, вы удивитесь тому, как легко и быстро можно это сделать на самом деле. Без лишних нервов и суеты. Я желаю вам запоминающихся поездок и множества приятных впечатлений. Увидимся в следующих видео. Пока!